и снова здравствуйте друзья опять с вами мишаня и как всегда очередной обзор приманочек из китая от фирмы биркинг на этот раз у нас на обзоре будут приманочки также копии на именитые бренды это у нас будет копия на мегабас x120 очень интересная приманочка и очень интересная форма формами ножки но давайте для начала я распакую а потом поближе ознакомимся с теми воблерами которые у меня будут на обзоре вот такой мотайдер вот такой под уклеечку такой с оранжевой с оранжевым животиком ну и также тоже интересная расцветка такой зеленый коричнево-зеленая спинка такая но интересный воблерок расцветочка вот друзья вот таких три воблера ну сами по себе я не знаю как заявляет продавец но на самом воблере если будет на камеру видно bkx 120 сл биркинг продакшн бкx не знаю как ну это китайская назвать биркинг если брать в оригинале такой воблер это будет мегабас x120 итак друзья давайте для начала проверим мы длину воблера но заявляет производитель 120 миллиметров также как и оригинал мы сейчас в этом убедимся так возьмем конечно воблера все измеряется без лопатки вот если камера передаст это точно видно что само тело воблера 120 миллиметров как и оригинал взвесим наши воблера сколько они будут весить получается 13 грамм один воблер 13 грамм один воблер и 12 грамм но друзья это китай видите 12 грамм 13 грамм так сказать ближе к оригиналу где-то 13 но может за счет вот этих резинок может полграмма добавилось но это сомневается это китай это как получается друзья на крючках на петлях я останавливаться не буду так как не впервые я заказываю уберкинг воблера не только заказываю китаец мне сам присылает на обзор вот такие воблерки разные новые модельки ну не было у меня случая шоу где-то протекли петли или пил воблер воду я смотрю вот на этих воблерах залито все отлично нигде даже никаких признаков нет на какое-то отверстие к тут куда я бы могла попасть вода но если у кого есть некоторые сомнения насчет там будет пить воблер или если видите какие-то отверстия маленькие всякое может будет повторюсь это китай капелькой клея 505 проклеиваете и ни хвоста ни чешуи как говорится крючки даже останавливаться не хочу потому что биркинг уже делает очень качественные крючки очень острые ну кто за желанием кто есть как например я получается у меня разловил воблер мне очень нравится воблер и на некоторых я просто меняю эти крючки на овнеровские ставлю но это для себя так как положу в коробочку где уже у меня разловлены воблера как бы сказать мои фавориты в этой коробке тогда я могу некоторые заменяю на овнер лопатка видите у воблера очень маленькая я не знаю как он будет играть потому что маленькая лопатка сопротивление воды маленькая ну не знаю это надо будет испытать их на воде ну за счет вид такого длинного тела уклеечного рыбе это нравится я скажу хищник у меня некоторые приманки такие есть длинноватые ну рыбе это нравится но 120 разве не это первая приманка которая у меня будет так друзья проведем обзор тест воблера на воде домашних условиях видите у нас такая не очень громкая но погремушечка есть шары но вот так более громче мы посмотрим как они будут вести давайте начнем хвостом вниз плавающий давайте следующий а давайте этот попробуем мордочкой вниз видите какое положение воблера в воде ну я это давайте давайте это тоже мордочкой вниз окунем как поведет всплывает также как и второй значит можно сказать что воблера floating чистые а ну этот перекинем шары обратно голову что у нас получится но вот видите друзья три воблера одинаковая плавучесть получается если эти шары перебросы хвост во всех воблерах он занимает положение вот такой вертикально стоящей рыбки видите интересно интересно будет как она будет на твиче себя вести также друзья еще хочу попробовать вот например с поводком у меня скруточка 0 3 диаметре и где-то 18 не где-то точно 18 180 миллиметров в длину до крутых скруточка слетает немножко потому что он хвостом сразу уходит вниз а мордочка вверх сейчас я надену на крюк и и бросил воду ну и со скруткой он тоже занимает вот такое оризонтальное положение видите но уходит под воду значит со скруточкой он будет у нас идти или настоящий суспендер будет в толще воды он все равно зависнет но интересное расположение воблера мордочкой вниз он занимает такое под углом 45 градусов воде приблизительно и где-то так говорю а если шары бросить хвостовую часть как при забросе он займет вот такое практически вертикальное положение интересное друзья нет возможности сейчас снять обзор на воде но я последующее видео буду на рыбалке наверно обязательно сниму игру его и как он будет вести себя в воде или twitch или равномерка обязательно я наверное сниму на эти воблеры мне самому интересно так как у меня таких воблеров не было и так друзья ссылочки на эти воблера естественно я оставлю в описании под видео не только на эти воблера там еще будут другие биркиновские копии на именитые бренды кого чего кто заинтересует переходите по ссылке выбирайте расцветку модельки тот что знает у кого какая местный шок где работает какие его выбирайте и заказывайте цены четыре доллара четыре с половиной доллара есть на разные в оба разные цены не считайте мнение других покупателей которые покупали также друзья в описании под видео я оставлю ссылочку на партнерской программы пн который я же сам пользуюсь и через эти пенку я заказываю вот иные модельки там которые меня интересует также делаю на них обзор регистрация на партнерке очень простая но у вас есть возможность когда вы зарегистрированы через покупать через пенку и возвращать часть денег то есть кэшбэк очень удобно работает потом же эти деньги обрабатываете и дальше на них покупаете то есть получается вот такой круговорот круговорот денег практически вы своих денег не вкладываете или вкладываете минимум но покупаете товар а всем друзья кому понравился вот такой обзор реплик или копий сказать на от биркинг на мегабас x120 лайкайте жмите на палец вверх не забудьте подписаться на мой канал также жмите на колокольчик чтобы не пропустить последующие видосы они уже будут очень скоро всем приятных просмотров и до новых встреч пока пока